Именно в этот поселок, на эту железнодорожную станцию в 1957 году, приехали первые вагоны с вынужденными переселенцами. И с тех пор на этой станции каждый год проходит праздничный митинг, посвященный возрождению карачаевского народа. С раннего утра железнодорожная станция поселка Аркен-Шахар переполнена людьми. Ведь именно сюда 61 год назад прибывали первые эшелоны с тысячами переселенцев. Все народы республики с теплом и радостью приветствовали возвращение карачаевцев. И не только встречали, но и оказывали им всяческую поддержку, кто чем мог. Кто хлебом, кто водой. В стороне не остался никто. Это был и остается по-настоящему праздничный день, символизирующий торжество справедливости, братство, дружбу, единство между народами многонациональной Карачаевой Черкесии. Нашу настоятельную потребность жить в духе традиции кавказского добрососедства в мире и согласии. Несмотря на все тяготы на чужбине, карачаевский народ смог выстоять. И при этом не забывать свои традиции и культуру. Те ужасные дни сегодня с боли вспоминают старики, которые смогли вернуться на родную землю. В течение долгих 14 лет ссылки в степях Казахстана и Средней Азии они с надеждой смотрели в завтрашний день, веря, что однажды вернутся на историческую родину. Мы, жители аула Кубанхалк, Эркенхалк, встречали вот здесь на станции составы, когда приезжали. Ну, кто хлеб, соль приносил женщине, кто воду кубанскую приносил и так далее. Здесь действительно с радостью нас встречали. И вот поэтому огромное спасибо всем народам, которые здесь остались, проживали. Не только канагайскому народу, а всем, кто здесь был. Они все действительно с радостью встречали. Вот убери какой-нибудь один из народов, который проживает у нас. Это не будет Карачаева-Черкесии. Вот то, что мы все вместе, вот это создает именно свою самобытность. В этот день на митинге было много детей. Они много раз слышали истории о тех страшных днях и многочисленных жертвах, среди которых были и их ровесники. Боль этих утрат живет в душе народа и по сей день. Для многих карачаевцев это повторяющийся ночной кошмар. Каждый раз, когда они закрывают глаза, видят одно и то же. Вагоны, детский плач и страх никогда не вернуться домой. Конечно, это безумная трагедия для всего карачаевского народа быть отправленным в Среднюю Азию далеко от родной земли, от родного дома. В селе Дружба сотни людей вышли на площадь, чтобы вместе отметить знаменательную дату. Для гостей накрыли длинные столы с народными карачаевскими блюдами. Для детей раздавали мороженое. А для всех вместе на открытой сцене выступали творческие коллективы и звучали теплые слова. Дай Бог всем здоровья, что только мы не видели. Все горе, все умирали наши хорошие люди. Я поехала туда, мне 4 года было. Дай Бог, чтобы больше эта жизнь не повторилась. Я очень много слышала печальных историй от бабушек, дедушек. Без слез не вспомнишь, не расскажешь. Наши дети, я надеюсь, этого не увидят, как и мы. Мы просто знаем это по рассказам, по фильмам. Пусть это все останется в хрониках истории. Праздничные гуляния в дружбе продолжались весь день. И все желали друг другу одного, чтобы ныне живущее поколение никогда не подверглось тем испытаниям, которые пришлось пережить нашим старшим. Ислам Жукаев, Заурлиев, Роман Баюра, Архиз 24.